Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. И должен сказать, что мы уже не первый раз встречаемся, но сегодня пора горяча для всех депутатов страны. И для тех, кто сейчас является депутатом, и для тех, кто, возможно, готовится к предвыборной кампании. Мы об этом, конечно же, поговорим, потому что ваша партия, которой вы представляете, тоже занимается активно этой работой. Но сначала давайте начнем с главного. Все говорят о вакцинации, о том, что президент уже выступил, и намекнул, что обязательной не будет, но очень попросил по-человечески давайте вакцинироваться. Вот вы как депутат, мы, помните, говорили с вами о вот этой безумно сложной работе, когда вот эта пандемия к нам пришла, теперь, казалось бы, провакцинируйся, и все. Как сейчас обстоят дела с этим вопросом? Здравствуйте, Николай, здравствуйте, уважаемые телезрители. Это действительно очень важная тема, и я считаю, что если у человека нет антител, то есть если он не переболел, ему надо обязательно сделать вакцинацию, привиться. Я вот лично на своем примере уже рассказывал, как это было тяжело, и со многими друзьями, знакомыми, жителями, я общаюсь на эту тему, потому что этот вопрос волнует наших жителей. Очень много мифов. Но не верят в люди, боятся. Догму, да, что рога вырастут, или хвост отвалится. Или чип. Да, то есть много таких разговоров там по поводу того, что это специально сделано, чтобы уменьшить население. Вот я вам могу сказать, что у нас основная борьба сейчас идет за демографию. У нас катастрофически не хватает жителей, а сейчас идет провал, яма после 90-х годов. И это, конечно, абсолютно не соответствует действительности. Я советовал, советую и буду советовать использовать вакцину, тем более она предоставляется бесплатно. И я считаю, что она достаточно проверена, зарекомендовала, что спутник ВИК, который во всем мире уже используется. И если бы там что-то нашли, вы представляете, сколько бы уже было разговоров на эту тему. Поэтому я считаю, что надо вакцинироваться для того, чтобы обеспечить свою безопасность, безопасность своих близких и безопасность общества в целом. Ну, скептики остаются. Понятно, что наверняка 100% результат мы вряд ли получим. И тут сразу возникает вопрос, его все обсуждают. А может, действительно нужно придумать какой-то закон. Опять же, для этого существуют депутаты, депутаты самых разных уровней. Ну, заставить людей. Вот не сделал прививку, все, ты не человек. Вы знаете, Николай, я считаю, что президент на этот вопрос предельно ясно и четко ответил. Он сказал, что обязательно вакцинации не будет. Но мы не знаем, что нас ждет впереди. И, возможно, как ВОЗ заявил, что впереди нас ждут еще более серьезные кризисы, более серьезные вирусы. И неизвестно, к чему мы придем. Возможно, к этому. На сегодняшний момент наша система здравоохранения, правительство вполне справляется с этой ситуацией, выправила ситуацию абсолютно. Но, опять же, последние дни показывают, что коронавирус не только не утихает, он опять поднял голову. И все это происходит с нашими друзьями, знакомыми, близкими. Ну, вот я еще хотел, Кольский у нас депутат, и время вот сейчас такой, год важный для выбранной кампании. Мы много раз с вами говорили о том пандемийном годе, но, мне кажется, сейчас можно уже подвести какие-то итоги вообще по медицинскому направлению вашей работы. Не только связанные с ковидом. Вообще, насколько удалось выполнить какие-то наказы избирателей, касающиеся именно вот этой медицинской проблемы? Ну, мы занимаемся наказами системно, поэтому и в пандемийный год, и в допандемийные года мы мониторили ситуацию в наших учреждениях здравоохранения, собирали наказы от заведующих отделений, главврачей. И в 2020 году мы все наказы выполнили. На 2021 год, к сожалению, пока еще конкурсы учреждения здравоохранения не разыграли. Я вот буквально на этой неделе объезжал больницы наши, звонил в поликлиники. Пока конкурсы не разыграны. Но деньги выделены, и все, что мы запланировали, все это будет поставлено. Но ведь жалобы все равно приходят, избиратели обращаются к вам. Что, как на их взгляд, или на взгляд вас, как депутата, удалось подправить? Что-то, может быть, нужно изменить? Или наоборот, где-то отметить и этот опыт, так сказать, внедрить? Ну, я могу сказать, что система здравоохранения в последний год – это самое популярное направление. И настолько там сейчас отлаженные рабочие механизмы идут, что мне, не профессионал, туда лезть незачем. Ко мне иногда, бывает, доходят сигналы, которые я проверяю. Например, там нет каких-то медикаментов. Но здесь вопрос, есть много составляющих, почему их нет. Я, когда получаю сигнал, вот я встречался на днях с главврачом Люберецкой ЛРБ и спросил, есть системные проблемы, отсутствие денег, кредиторская задолженность, этого ничего нет. То есть все работает и закупается в плановом режиме. Если где-то есть конкретно какая-то нехватка медикаментов… Идет реакция. Значит, да, должна идти реакция, и она, физическая возможность устранить, есть. Опять же, везде есть человеческий фактор. Мы должны разбираться, почему происходит то или иное. Ну, люди обращаются, то есть по-прежнему активность у населения, тем более год сложный, 20-й был, да, вот, обращаются, по-прежнему верят в депутатов, я имею в виду вообще в депутатский корпус всей областной, Московской областной думы. Насколько вот сегодня работа вам, вы чувствуете, да, людей, живущих в области, в том числе в Люберии? Люди обращаются постоянно и обращаются и очно, и через соцсети, например, то есть идет работа регулярная. Ну, вот, мы оказывали материальную помощь, людям это было, ну, достаточно… На прием приходило по 40-50 человек, вот, ну, это все идет через соцзащиту, то есть там для малоимущих и так далее, то есть есть там определенные… У каждого своя проблема, да. У каждого своя проблема, да. Ну, мы в основном делаем акцент на многодетных, на одиноких, пожилых. Пожилых, да, самые социально незащищенные слои, вот, поэтому есть вопросы, не связанные с материальной помощью, ну, вот, например, со здравоохранением, в последнее время там по стоматологии только были вопросы, но, опять же, это вот оплата, не оплата, бесплатная, некоторые вещи мы бесплатно, у нас сейчас медицина не делает, вот, а люди малоимущие, вот, мы опять же решали эти вопросы там индивидуально. То есть кого-то подключали, ну, подключали, да, нашего главного стоматолога Антоненко, вот, он идет всегда нам навстречу, и вот все бабушки, дедушки мы направляем, он нам потом всю развернутую картину дает и максимально помогает. Я почему этот вопрос задаю, потому что многие люди, да, не потому что там какие-то конкретные депутаты или что, ну, просто никому не обращаются, да, только вот сидят, переживают и не понимают, что существуют какие-то механизмы, да, решения вопросов. Насколько сегодня механизм, в котором вы, в том числе, принимаете участие, он работает? А это зависит все от человека. Да. Он будет работать, ну, депутат, если мы говорим про депутата, мы же не являемся в системе исполнительной власти. У нас есть, скажем так, свои рычаги, но они на общественных началах, понимаете? И если вот депутат хочет добиться там для жителей определенных каких-то свершений, да, он должен подсказать этот механизм и может в нем участвовать в осуществлении. А кто-то может этого не сделать. Ну вот у вас есть ощущение, да, у всей Думы и у вас конкретно, что люди знают своих депутатов? Самые разные. Понятно, что социально незащищенные так или иначе, слава богу, если вот проблема возникает, она доходит до депутата разного уровня. Но есть люди, которые редко, да, обращаются. А ведь депутат – это еще не только решение конкретных проблем материальных, да, а просто предложения какие-то, да, построить, не знаю, стадион, открыть там, или перенести что-то какое-то, школу открыть, закрыть. Это масса вопросов, которые решают люди социально защищенные, которые готовы принимать участие в этом процессе. Есть такие? Ну, по поводу узнаваемости я могу сказать так. Вот жители старшего поколения, они так или иначе, где-то мы всегда пересекаемся, они обращаются на каких-то совместных мероприятиях, то есть они более-менее знают. Точки соприкосновения есть. Да, да, есть. Бюджетники тоже, врачи, учителя, то есть мы, ну, где-то всегда пересекаемся, где-то там мы курируем и школы, и больницы, там, поликлиники, то есть контакты есть. А вот если приходишь во двор, часто там вызывают, например, люди, там есть там старший по дому, у них есть проблемы, они, допустим, решить не могут, обратились ко мне, я приезжаю во двор. Ну, выходит человек, допустим, 10, да. Ну, из 10 человек, ну, минимум половина меня не знает и видят в первый раз. И даже не верят, неужели депутат приехал? Нет, нет, почему? Сейчас, мне кажется, это нормально абсолютно. Вот, просто часто задают вопрос, а почему вы к нам только сегодня приехали? Я говорю, ну, поймите, вы меня пригласили, я к вам приехал. Я к вам приехал, есть проблема, будем решать. Ну, надеюсь, что получится решить эту проблему. Вот, ну... Ну, то есть люди просто не понимают, что рабочий день расписан, да? А количество работы огромное. Нет, все понимают, это эмоции просто, да, это эмоции. Потому что каждый все-таки думает же о себе, о своем доме они думают. Это абсолютно правильно. С другой стороны, мне кажется, что когда депутат приезжает конкретно, да, в дом, а никого-то там присылает где-то сверху, то это, наверное, правильный подход. Это касается любого депутата. Но вернемся, все-таки у вас наверняка было много наказа, да? Вот сейчас завершается этот очередной этап, у нас выборы в этом году. Вот что удалось сделать в других сферах? Не то вот мы поговорили про медицину, чем вы можете, скажем, сердце ваше, чем успокоится? Ну, скажем так, у меня подходит к концу мой цикл депутатский, да? То есть вот, по сути, прошло пять лет, и как бы есть в чем отчитаться. Я считаю, что программу мы выполнили на 95% из такого серьезного. Ну, и этот год еще не закончился, и в этом году есть... Дела. Да, хорошие как бы процессы, которые идут и должны завершиться. А некоторые просто в процессе, как бы это не вопрос там решения одного года. Вот, из того, что, я бы лучше сказал, из того, что вот не удалось сделать за это время, не удалось сделать хореографическую школу, пристройку к ДК, не удалось сделать, да. И, к сожалению, это во многом вот проблема возникла из-за ковида, потому что, по сути, были выделены деньги, уже мы почти с Татьяной Ивановной Тропиной плясали. Она была здесь. Да, 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 почти уже плясали на радостях, что все прошло, все хорошо. И, к сожалению, из-за ковида деньги понадобились в медицине, вот, и эти деньги были перераспределены. Вот, но, надеюсь, вот, и сейчас подключился Роман Игорь Штирюшков к этому вопросу. Я надеюсь, что вот совместными усилиями мы в следующий цикл обязательно эту тему должны добить. Есть и другие вопросы, но все они на контроле. То есть остались вопросы, и вы понимаете прекрасно, чтобы наши избиратели понимали, что они не отложены навсегда. Они в процессе решения. В процессе решения. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а потом я предлагаю поговорить, ну, конечно, еще коснемся конкретных дел, но интересный вот этот вот выбор, предварительные выборы, что это такое, чтобы вы нам пояснили, что это за процесс происходит в той партии, которую вы представляете. Да, и почему это нужно именно сегодня, и насколько в этом принимают участие наши избиратели. Буквально через несколько минут. Буквально через несколько минут. Это, кстати, с хорошей стороны. Но депутатами многие хотят быть, да, и депутаты хотят, и люди хотят принимать участие в работе власти. Я так понимаю, что вот в этом году выборы, вот привнесена такая новая история под названием предварительные выборы. Да, вот предварительные какие-то списки. Расскажите немножко об этом, что происходит сейчас, потому что вроде бы как об этом все рассказывают, но не все знают, как в этом принять участие, и как, может быть, о себе заявить, например. Эта история уже не такая новая. Да. Я впервые участвовал в предварительном голосовании еще в 2016 году, когда баллотировался. Суть в следующем. Партия Единой России, которую я представляю, проводит предварительное голосование среди... Для того, чтобы выбрать кандидата, утвердить кандидата на будущие выборы, либо в Госдуму, либо в Московскую областную думу, то есть много в партии достойных людей, и не только партийных, это может быть сторонник даже, это может даже быть сторонник. Обязательно, да? Да. Главное, чтобы он не был членом другой партии. А если он сказал, я не хочу больше в той партии, я теперь хочу с вами... Ну, если он не состоит в партии, это официально, он является беспартийным, и он также может участвовать в предварительном голосовании. Здесь идея такая, что максимально демократично провести отбор кандидатов, чтобы на это могли повлиять сами жители. Причем жители могут голосовать все, без исключения любой партийной принадлежности. Ну, тут важный момент. Готовы ли к этому жители? Понятно, что депутаты, партия готовы, у него много людей. Это возможность для жителей. Они вам задают вопрос, а зачем? Я приду в день выборов, проголосую, и все, вот мне скажут кандидаты. Есть такие, есть такие, но, допустим, если кто-то, допустим, партийное руководство отдельно взятого муниципалитета, ну, решил назначить человека, который, по мнению жителей, не самый достойный кандидат. А вот есть такой народный любимец, лидер от народа, да, народный любимец, лидер, боец, который очень хотят видеть жители. И мы их как бы сталкиваем, да? Нет, почему бы этому достойному человеку не заявиться в предварительное голосование, и жители могут его там поддержать для того, чтобы потом на выборы он шел уже от, допустим, партии власти. И это такой фильтр из жителей, не из номенклатуры, а из жителей. Это максимальная демократизация этого процесса. Хорошо, и тут возникает вопрос, это как установочная такая история, все-таки она принята партией, то есть хочешь, не хочешь, а ты должен участвовать в предварительном голосовании. Я имею в виду для депутатов, которые уже являются депутатами. А могут ли там принимать участие люди, которые вообще, ну, вот как вы уже сказали, вот пробьются ли они сквозь эти, так сказать, партийные ряды, которые мы понимаем, они довольно-таки в большом объеме, удастся ли простому, как вы говорите, лидеру того же дома, о котором мы говорили, вот он почувствовал, что почему бы не попробовать, приходит к вам, а ему говорят, нет, у нас вот будет там Иван Иванович. Так это для этого и сделано. Человек, любой человек... Насколько открыт этот механизм? Полностью открыт. Любой человек, соответствующий определенным требованиям, которые предъявляет партия и законодательство России, может заявиться в предварительное голосование. И люди спокойно голосуют за того человека, которого они считают наиболее достойным. Вот, предположим, он выиграл, тот, который не достойно, не достойно, конечно. Да, и этот человек будет выбран партийным руководством, кандидатом в депутаты уже на выборы. Понятно. То есть это и партия, если кандидат идет от «Единой России», он не может не пройти предварительное голосование. Если он не участвовал в предварительном голосовании, он не участвует в выборах. Ну, жестко, жестко. Административный ресурс, он может здесь помешать, например, что... Ведь как можно сделать? Это я сейчас схему просто рисую. Все красиво, все свободно и так далее. Но мы знаем все равно, что, опять же, Иван Иванович должен на два голоса выиграть. Вот я почему об этом спрашиваю? Потому что сама идея хорошая. Мне кажется, она важная, потому что люди начинают задумываться о выборах не в день выборов, когда все пытаются сказать «Придите, придите, правосудие», а на каком-то раннем этапе они знакомятся с людьми. Даже тот, кто, насколько я понимаю, не попадет уже в голосование, но если он тоже неплохо себя показал, ему найдется применение, правильно? Вот насколько по-честному это все происходит? Вот такой у меня простой вопрос. Кто-то проверяет, какие-то ваши представители партийные... Вы смотрите, значит, голосование предварительно идет двумя способами. Первое – это онлайн-голосование. Онлайн-голосование идет через госуслуги с авторизацией учетной записи. То есть видно однозначно, кто голосует. Два раза человек не может голосовать. Это, во-первых, максимально прозрачно. Во-вторых, человек может выбрать метод голосования. И если, допустим, в воскресенье, когда будут открыты избирательные участки, он не сможет прийти на него, он может заранее, в течение недели, вот она уже началась с понедельника, онлайн проголосовать. Вот, повторюсь, для этого нужно быть зарегистрированным на госуслугах и иметь авторизацию, чтобы твоя учетная запись была авторизована. Все. И ничего нельзя с этими голосами подкрутить? Есть это... Про электронную сейчас говорили. Ну, вы знаете, конечно, это так же, наверное, как с прививкой. Можно предположить все, что угодно, но есть IT-технологии, есть там система безопасности. Вот, кстати, в первый день, в понедельник, когда голосование началось, сразу этот сайт подвергся хакерской атаке. Он не работал. Понимаете, всегда есть какие-то нюансы, которые могут выбить из колеи. Но здесь две ситуации. Я думаю, что, во-первых, никому не нужно что-то подкручивать. Во-вторых, наверное, если это было бы возможно, и это каким-то образом вскрылось бы, этот скандал бы очень многие не пережили бы. Понятно. Понимаете, поэтому это максимально демократическая процедура, которая должна быть идеальной. Вот теперь расскажите уже более подробно о числах, когда, что началось, когда закончится, и как дальше будет. Вот в текущей неделе, 24 числа, началось электронное голосование. Закончится в воскресенье, 30 числа. Причем в воскресенье будут открыты 35 участков по округу. Они, это не все участки, которые во время выборов, некоторые, 35 участков, на них можно будет прийти и проголосовать физически. Для тех, кто не сделал это онлайн. Ну да, привык, как это было у нас на Москве. Вот люди старшего поколения, я с ними встречаюсь, кто-то из них более продвинутый говорит, мы уже проголосовали онлайн. А некоторые любят прийти. А кто-то говорит, а я вот по традиции приду в воскресенье, я буду здесь и с удовольствием проголосую. У вас, наверное, есть данные, насколько много новых людей вообще по всей стране, вот в партии появилось, не в партии, а решили поучаствовать вот в этом предварительном голосовании, которые, в общем-то, раньше не занимались такой работой. Много? Да, у меня статистики такой нет, но судя по бюллетеням, потому что я уже проголосовал в понедельник онлайн, я, честно говоря, долго фамилии искал, смотрел, потому что там очень большие списки. Там четыре бюллетеня, там идет по партийным спискам, два Госдума и областная дума, и по одномандатным округам, то есть Госдума и областная дума. Ну, еще один такой вопрос возникает, а другие партии, они же понимают, что, в общем-то, если мы сейчас отложим в сторону необходимость, так сказать, что все же партии, по идее, для людей стараются работать. А вот именно эффект соревновательности получается, что вы стартанули раньше всех, да, и стартуете прямо уже с элементами настоящих выборов. Другие партии за вами наблюдают, пытаются что-то подукрасть у вас, или они немножечко ошеломлены этой историей, которую придумала ваша партия? Ну, во-первых, я говорю, это придумано уже давным-давно, но это требует ресурсов серьезных. У вас такие ресурсы есть? Да, да, у нас такие ресурсы есть. Я думаю, что многие партии хотели бы это сделать, но, видимо, просто не хватает ресурсов. Ну, тогда они могут вам задать такой вопрос, а что за ресурсы? Это ресурсы партийные или государственные ресурсы? Государственные ресурсы здесь никаким образом не работают. А сайт почему тогда, госуслуги? Сайты госуслуги, чтобы идентифицировать человека. Также, если бы любая другая партия проводила праймерис, они бы воспользовались этим же самым сайтом. Он вне политики, это просто механизм. Хорошо. Еще такой вопрос. Депутатский корпус, который сейчас подходит к вот этой черте, когда начинаются новые выборы, проходит у вас какие-то встречи? Общаетесь ли вы? Готовите какую-то программу? Опять же, пересматриваете, думаете, как будет идти дальше работа на уровне областной думы? Наверняка вы по-прежнему, как всегда, сотрудничаете и с Государственной думой, у нас есть представительницы, да? И с депутатами, в том числе городского округа Люберца. Как идет эта работа? Ну, программу я уже сверстал, и она у меня, скажем так, не сегодня, не вчера родилась. Она по мере поступления наказов, по мере изучения проблем округа, она создавалась. Я ее уже коротко озвучил в своих аккаунтах, в соцсетях. Там очень серьезные есть вопросы, очень сложные вопросы. Но я надеюсь, что совместными усилиями мы доведем до ума максимальное количество этих дел. Вообще партия рассчитывает на успех, да, в этом году, я имею в виду, ну, понимаешь, любая партия рассчитывает на успех. Вот, такой вопрос. Те люди, которые могут неожиданно прийти, не только, да, в областную думу, в московскую, в другие областные думы, в Государственную думу, нет ли опасения у партии, что вот эти люди, которые, как мы говорим, лидер из дома сегодня у нас такой, приходят, что они будут работать по принципам, которые имеет ваша партия, не будут ли они каким-то своим другим принципом. То есть зашли они в политику, да, с вашей помощью, а начнут работать на другом каком-то поле, скажем так. Ну, это абсолютно нормально. Сейчас же тоже в любой думе, любого уровня есть представители разных партий. Мы все руководствуемся одним делом. Благо для наших жителей. И неважно какой ты партии, каждый думает об этом. Вопрос, какие есть, опять же, у тебя ресурсы для решения этих вопросов. Вот у нашей партии ресурсов гораздо больше. И цели, которые мы себе ставим, мы достигаем более вероятно. Но это не значит, что если представители другой партии оказались в думе, они ведут себя как-то там неадекватно или мешают. Я имел в виду о тех новых людях, которые в вашу партию придут с помощью вот этих предварительных голосований. Это прекрасно. Если это реальные лидеры, если люди готовы работать, готовы и могут, раз они уже зарекомендовали себя непопулистскими обещаниями, то это прекрасно. Обновление должно быть всегда. И это абсолютно нормально. Но в таких случаях всегда говорят, выборы все равно покажут, кто был прав. А мы желаем вам и всем вашим коллегам пройти этот этап предварительных выборов, даже чисто по-человечески, потому что всегда к этому люди готовятся. И иногда могут быть какие-то неожиданности. По крайней мере, здесь есть эффект соревновательности. Мне кажется, он правильный. В этом есть какое-то такое интересное зерно. Да, Николай, я, пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших жителей. Для многих это было бы, наверное, впервые. Поучаствовать в предварительном голосовании. Либо онлайн сейчас, сегодня, завтра. Либо в воскресенье прийти на избирательные участки. Информация об открытых участках будет и на сайте администрации, и на сайте предварительного голосования. И отдать свой голос достойным кандидатам. Причем можно проголосовать не только за одного человека в бюллетене, но и за нескольких, за тех людей, которых вы знаете, которым вы доверяете. И итоговое подведение будет рейтинговое. То есть кто больше набрал, тот и победил. Спасибо огромное депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско, который часто бывает нашим гостем, как, наверное, и положено быть депутату. Желаем вам удачи и всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин